Куантум Конандрум Куантум Конандрум Куантум Конандрум Сарквадрангл, напоминающий одновременно неугомонного доктора Брауна из кинотрилогии «Назад в будущее» и саркастичного Кейва Джонсона из «Портал 2» постоянно о чем-нибудь болтает, комментирует действия племянника и шутит. Чаще всего смешно. Куантум Конандрум Именно он превращает набор задачек в веселые и запоминающиеся приключения. Долю юморов происходящее привносит и кажущиеся одушевленными механизмы вроде вот этого клонирующего устройства. Ну а своеобразный символ игры — это, вне всяких сомнений, няшка Айк. Этот в меру упитанный котик то и дело встречается по мере прохождения в самых разных ситуациях и, ей-богу, вызывает неконтролируемые приступы умиления. Но что-то мы увлеклись сюжетами и атмосферами. Все-таки главный элемент игры, у которой в графе «жанр» значится словосочетание «логическая головоломка» — это, не поверите, головоломки. Причем, что примечательно, логические. Главный инструмент при решении местных задачек — наноперчатка, позволяющая перемещаться между измерениями, коих ни много ни мало четыре. Первая — плюшевая. В нем все окружающие нас предметы становятся легкими, а многокилограммовый сейф весит не больше подушки. В противовес этой реальности выступает измерение тяжелое. Тут даже маленькая картонная коробка становится неподъемным и, что не менее важно, очень прочным грузом. В медленной версии вселенной все движется в вязком слоумо, а включив измерение обратной гравитации, мы отправляем незакрепленные предметы навстречу потолку. При этом в любом из режимов физические свойства героя остаются неизменными, чем и необходимо пользоваться для достижения цели. Цель эта, как правило, одна — нажать на кнопку, открывающую путь к следующей задачке. Чудо-перчатка — только один из многочисленных кусочков пазла. Помимо нее есть сейфы, коробки, диваны, огромные вентиляторы, смертельно опасный лазер, расшипляющий предметы и бог знает что еще. Сложность, как и положено, плавно возрастает с каждым новым испытанием. Если вначале от нас требуется, допустим, просто перейти в плюшевую реальность, схватить объект и водрузить его на большую зеленую кнопку, то ближе к финалу доведется манипулировать тремя, а то и всеми четырьмя измерениями. Чего стоит хотя бы полет на сейфе, во время которого нужно управлять гравитацией, чтобы не упасть, утяжелять импровизированное летательное средство, дабы оно не распалось на молекулы под лучами лазеров, и вдобавок включать замедление. При этом особенно приятно, что с осуществлением решений на практике проблем практически не возникает. Почти вся игра проходится по схеме, десяток другой минут размышляем над последовательностью действий, а потом с первой же попытки эту последовательность воспроизводим. Лишь в нескольких последних локациях приходится как следует попотеть и выместить злобу на клавиатуре или геймпаде, потому что опять, черт возьми, не допрыгнул, не добросил ящик и не вовремя переключил режим. Но это уже простительная мелочь. В заключении ответим на вопрос, поставленный с самого начала. Нет, Quantum Canandrum оказалась не такой замечательной, как Portal 2. Но это вовсе не делает новое творение Ким Свифт плохой игрой. Местные шутки поднимают настроение, головоломки разнообразны, а баловаться с измерениями так же интересно, как и расставлять порталы. Просто здесь чуть меньше юмора, не столь впечатляющий дизайн уровней и не так много колоритных персонажей. Поэтому не изумительно, но все-таки крепкая похвальна. Продолжение следует... Продолжение следует...